Добрый день всем. Добрый день. И с вами компания Китфинансы. Я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка, не так страшный чарт. По традиции пару слов о расписании. Сегодня у нас на повестке дня 17 часов брифинг про акции. На повестке дня компания ЛСР, строительная компания для тех, кто планирует создание среднесрочного, долгосрочного портфеля и подбирает для него акции. Эта информация, я думаю, будет интересна. Далее 18.15, как всегда, брифинг итога. И мы с вами движемся на графике и разбираемся в текущей ситуации. Ситуация, с которой мы сегодня столкнулись, имеет смысл назвать техническим отскоком. Техническим отскоком называют ситуацию, скажем, после сильного снижения, когда идет повышательное движение, неподтверждаемое каким-то сильным позитивом. То есть, в общем-то, никаких положительных новостей не было и движение вверх происходит просто потому, что вчера переторговали, то есть перепродали рынок сильнее, чем этого нужно было. И то, что может произойти дальше, все зависит от выходящей информации. Сегодня, напоминаю, Бен Бернанке будет комментировать ситуацию в экономике и позицию ФРС. Сегодня заканчивается двухдневное заседание ФРС. Это 22.15, это очень важное событие, его рынки очень сильно ждут. Есть вариант, что то, что скажет Бернанке, обрадует рынки, тогда может возникнуть какой-то подкоп вверх. Но если рассуждаясь с технической точки зрения, то все-таки техническая ситуация складывается в пользу снижения. То есть, движение вверх, да, оно может еще быть чуть выше. То есть, если мы сейчас с вами, давайте возьмем индекс МВБ, то есть, это движение вверх может даже произойти и чуть выше текущих уровней. Может быть, даже до уровня 1495, до этого уровня может произойти, если, скажем, действительно слова Бернанке нравятся рынку. Но в дальнейшем есть вероятность все-таки некоторого снижения. То есть, вот эта вот нисходящая коррекция, которую мы два дня наблюдали с вами, вряд ли она уже завершилась. И, может быть, все-таки мы увидим еще более приемлемые уровни для открытия длинных позиций по бумагам, по большинству бумаг. Вот. То есть, сейчас, в настоящий момент, перед заседанием ФРС открывать какие-либо позиции, наверное, не стоит. Это достаточно рискованно. Мы не можем знать, что он скажет. Мы не можем знать, как рынок среагирует на его слова. То есть, еще это тоже очень важно. И поэтому, вот, в последние два дня перед праздниками, сегодня среда, завтра четверг, имеет смысл быть осторожнее и не влезать в какие-то рискованные позиции. Вот, мне так кажется. Вот. То, что мы наблюдаем сейчас на нефти, нефть нас поддерживает, нефть сегодня растет. Она вчера отбилась от уровня 106, который мы с вами вчера упоминали. Вот. И, соответственно, сейчас она подошла к сопротивлению 110,5, которое было ранее поддержкой. Это мы смотрим на нефть в сорта бренд. И, соответственно, будем смотреть, что она будет делать с этим уровнем. Сегодня также выходят данные по запасам нефти. Они могут на нефть повлиять. Вот. А далее, возвращаясь на наш рынок, то есть мы ждем негативного продолжения движения вверх с последующим откатом обратно вниз. Такое ожидание, в общем, по рынку. Так, давайте часовой график сделаем. Даже, наверное, так сделаем. Сейчас, секунду. Так. То есть общая такая глобальная ситуация на дневном графике, она еще оставляет надежды на продолжение восходящего движения. То есть на дневном графике мы видим, цена вчера скорректировалась до 21 средней, сегодня мы видим отскок от этой 21 средней. Пока все происходит логично и нормально. Выглядит как ситуация, восходящий тренд просто в стадии коррекции. То есть пока никаких устрашающих каких-то данных нет. Но будем смотреть, как будут развиваться события. По отдельным акциям ВТБ. ВТБ также скорректировался до 21 средней. То есть мы сегодня видели касание 21 средней, отскок от нее. Если мы смотрим на дневном графике. На дневном графике, наверное, есть смысл пересмотреть нисходящую линию тренда. Мы ее теперь будем рисовать вот так. То есть мы будем считать, что пробоев нисходящего тренда еще не случалось. А вот и для нас это вот последний вариант линии тренда для этой бумаги. Далее на часовом графике давайте глянем. На часовом графике у нас сегодня, в общем-то, произошло коррекция до уровня, который, в общем-то, мне казалось, и будет окончательным для снижения. Но наверняка мы все равно еще раз спустимся на этот уровень и подтвердим его. Может быть, еще пойдем ниже. Тоже будем смотреть и смотреть по ситуации. То есть можно уже начинать отслеживать ситуацию на RSI на остыляторе. То есть на часовом графике мы уже видим такой нисходящий тренд на остыляторе. Вот и при пробое вот этой нисходящей линии тренда можно будет аккуратно доходить длинные позиции. Дальше. Газпром. Давайте посмотрим. Газпром скорректировался и отскочил сильнее, чем остальные бумаги. Здесь у нас происходит движение, достаточно сильное движение вверх сегодня. И, в общем-то, есть ожидание, что, ну, может быть, на этих уровнях он, наверное, закончит свое восходящее движение и начнет корректироваться ниже. Но все-таки ждем продолжения ситуации. Такой целевой уровень для того, чтобы открывать уже длинные позиции на среднесрочную перспективу, где-то район старше 35 рублей, наверное, где-то вот в этот район есть ожидание, что все-таки цена спустится. Вот. Дальше. Ну, это, скорее всего, на следующей неделе только произойдет. Лукоил. Лукоил выглядит как-то более стабильно. Он и вчера не сильно провалился, и сегодня не очень сильно растет. То есть у него такая ситуация достаточно стабильная. То есть такая ситуация, она бывает на бумагах, в которых есть какой-то покупатель, который постоянно при возникновении какой-то возможности, при подходе цены к какому-то приемлемому уровню, начинает откупать бумагу. Вот, может быть, это связано именно с этим. То есть здесь тоже могут быть еще движения, тестирования более низкого уровня, но будем наблюдать, будем смотреть, что происходит. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Здесь, наверное, имеет смысл поговорить о Роснефти. Тоже на Роснефти происходит движение, отскок хорошо виден. На дневном графике давайте посмотрим. Вот этот отскок, он произошел, закончился даже выше, чем уровень 21 средний. Раньше развернулась цена, и сейчас движение уверенно продолжается вверх. Тоже, значит, уровень 200, где-то 18, наверное, до этого уровня может продолжаться еще восходящее движение, а потом все-таки ждем провала вниз и ухода на 206-205, вот где-то вот на эти уровни. Просят смотреть по Ростелеком. На самом деле, мало чем, наверное, могу помочь Ростелекоме. На самом деле, уже несколько раз объясняла, что технический анализ, к сожалению, не очень желает работать на Ростелекоме, поэтому здесь все-таки сложнее. Тем более, вот эта вот корпоративная информация насчет выкупа, она тоже вмешивается в эту ситуацию. Поэтому какое-то, может быть, ограниченное движение вверх возможно, но, естественно, имеет смысл открывать длинные позиции только после пробоевого сопротивления. Вот. То есть на сильно какие-то большие движения я бы, наверное, не рассчитывала. Вот. Дальше. Сбербанк, давайте посмотрим. Тоже Сбербанк скорректировался и дошел вот до первого уровня коррекции, то есть ранее созданного уровня поддержки, где-то на уровне 77 рублей примерно. И, в общем, есть некоторое ожидание, что, опять-таки, после подскока вверх, после формирования какой-то модели продолжения, будет заход пониже, где-то рублей на 75, на 74, вот в этот райончик. Такую вероятность, в общем-то, хотелось бы рассмотреть. Вот. Поэтому имеет смысл в ближайшее время достаточно внимательно отслеживать выходящую информацию, новости. Сегодня это заседание ФРС, завтра заседание Банка ИЦБ. В пятницу, хоть мы и отдыхаем, имеет смысл посмотреть, какие выйдут новости по Америке. И тогда уже будет какой-то более понятный план на следующую неделю, на понедельник. Вот. Поэтому вот эти два дня желательно каких-то активных действий не предпринимать и, соответственно, отслеживать выходящую информацию. Вот. Такое мое мнение и такой мой вам совет. Вот. То есть вот этот вот отскок, который мы с вами наблюдаем сейчас, он не подкреплен позитивной информацией и просто может носить временный характер. То есть при любом появлении негатива, вот эта ситуация может еще раз развернуться вниз. И вот эта вот коррекция, которую мы видели два дня, она может немножко продолжиться. С меньшей скоростью, наверное, не с таким провальным движением, но все-таки некоторое снижение должно быть. Да, по Газпрому сегодня хорошее движение вверх, там отскакивает очень хорошо. Вот. Вот, пожалуй, вся, наверное, основная информация на сегодня. По традиции наши контакты смотрите нас на Ютубе, пишите нам письма на электронную почту центра инвестора. И если есть вопросы, то я на них отвечу, если нет, то будем с вами прощаться до завтра. Завтра у нас последний брифинг перед праздниками. Всем до свидания, спасибо за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!